Чтобы обследовать маму, Ольга берет выходные на работе и ввозит ее в Нижний по клиникам. Марии Викторовне 71 год. В деревне в Арзамасском районе медицинскую помощь она получить не может, потому что там нет больницы. Мама инвалид второй группы с переломом шейки бедра. Вынуждена нанимать машины. И нам, конечно, очень тяжело. Лечимся мы в онкологии. Плюс вот сейчас нам нужна была необходимость здесь в консультации кардиолога. Специалисты, конечно, молодцы здесь. Прям большое им спасибо. Честное слово, благодарю за большую. Теперь врачи сами едут к Марии Викторовне и еще к десяткам тысяч жителей села Деревень. Принимать пациентов будут в кабинетах на колесах. Здесь есть все необходимое. Это аппаратура для снятия кардиограммы. Здесь записывается кардиограмма, распечатка выдается пациентам. Для заключения буквально через 5 минут готова. Рентгенолог, стоматолог, онколог, гинеколог, офтальмолог, хирург. Всего 15 специалистов в северные районы области и 15 на юг в командировку отправляют в ценные кадры. Самые-самые заведующие едут в первый путь. Лучшие врачи? Самые лучшие, да. Преград на пути доступной медицины быть не должно. По лесам и непроходимым болотам доедут туда, куда еще никто и никогда не доезжал. Передвижные больницы проверяет глава региона Глеб Никитин. Пустить поезда здоровья по селам – его решение. Эта инициатива возникла в ходе посещения районов, мной лично. Более 850 фельдшерско-кушевских пунктов в таких населенных пунктах. Но оборудование их, конечно, оставляет желать лучшего. Данные поезда – это, по сути, уже первый шаг на пути реализации нашей стратегии, потому что в стратегии медицины, здравоохранения, здоровое долголетие будут приоритетом абсолютно. За три месяца автопоезда объедут всю область, сделав 131 остановку. На бой с болезнями со двора больницы имени Стимашко врачей провожают под прощание славянки. Редактор субтитров А.Семкин